С одной стороны права, с другой обязанности. Еще в 2012 году Госдума приняла закон, который обязывает россиян платить за капитальный ремонт. С начала этого года созданные в регионах специальные фонды начали рассылать платежные квитанции. Ряд управляющих компаний и ТСЖ создали отдельные счета. На данный момент сложилась непростая ситуация. Проблемы организации проведения капремонта обсуждали сегодня в столице Чувашии на межрегиональном семинаре. Значительная часть домов в изношенном состоянии, а 30% и вовсе нуждаются в немедленном ремонте. Такова на данный момент ситуация в Чувашии, что не сильно отличается от общей картины по стране. Ни федеральные, ни местные бюджеты ремонт такого количества жилья не осилят. Исполнять федеральный закон номер 271, то есть привлекать на капитальный ремонт средства собственников жилья, оказалось не так просто. Так, в Чувашии собирается только половина. В среднем по российским регионам чуть более 62%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Чувашии в 2015 году 5 рублей 50 копеек за квадратный метр. А значит, плата, к примеру, за трехкомнатную квартиру обходится владельцу приблизительно в 400 рублей в месяц. Власть не оставляет людей наедине с заботами содержания своего имущества. На рубль, вложенный собственниками многоквартирных домов, государство из источников разных уровней вкладывает еще полтора-два рубля. В конце марта 2013 года в Чувашии опубликовали республиканскую долгосрочную программу капитального ремонта. Она рассчитана до 2043 года. В нее попали 4732 дома. Если говорить о ближайшем будущем, то, к примеру, в Чебоксарах скорую ремонтную помощь за прошлый и нынешний год должны получить 82 многоквартирных дома. Общая стоимость работы составляет 153 миллиона рублей. Из них за счет фонда содействия 42 миллиона рублей, за счет господдержки республики 28, за счет средств муниципального бюджета 44 миллиона, средств собственников около 39 миллионов рублей. В настоящий момент работы по 72 домам близится к завершению. В оставшихся 10 домах к работам по ремонту системы газоснабжения приступим после согласования проектно-смертной документации. Что ж, ремонт идет, хоть проблем по-прежнему много и во многих регионах они схожи, отметили собравшиеся. Сейчас важно выработать общее межрегиональное решение, с которым можно выйти уже на федеральный уровень. Работа в этом направлении как раз и началась сегодня в столице Чувашии. Мы принимали обращение и к Нарышкину, и к Медведеву по совершенствованию законодательства. И сегодня мы четко договорились, хватит митинговать, хватит разговоров вести. Значит, нужно работать с населением, нужно работать нам, депутатам, совместно с Государственной Думой, с правительством, как региональным, так и федеральным, по усовершенствованию законодательства в этой сфере. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика.